Роль общественных организаций в современном обществе значительно. Они не только являются проводниками государственной политики, но и обеспечивают органам власти обратную связь с народом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в работе конференции Совета Женщин Парецкого района и встретился с активом Шумерлинского района. Парецкий районный Совет Женщин действует более полувека. Основными своими задачами считает поддержку и защиту малоимущих, молодых и многодетных семей, материнства и детства, сохранения духовно-нравственных ценностей. Представительницы Жен-Совета участвуют в организации проведения акции «Соберем ребенка в школу», «Подари ребенку игрушку». Активно работают с клубом «Молодая семья», реализуют грантовый проект «Мы за трезвые семейные традиции». Женщины Парецкого района поблагодарили Михаила Игнатьева за указ о снижении трудового стажа для получения звания ветеран труда. 179 шестерей района получили звание ветеран труда уже по новым нормам. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии рассказал, что 2016 год в республике объявлен годом человека труда, чтобы, с одной стороны, напомнить обществу, ничего в этой жизни невозможно добиться без труда, с другой – поощрить и наградить достойных. К сожалению, у тех, кто честно работал всю жизнь, бывают и проблемы. Об этом зашла речь на встрече с работниками рыбхоза. Николай Холоднов, как руководитель, выступил поручителем по кредиту в 30 миллионов рублей для СХПК имени Ленина в 2007 году. А спустя три года вышел на пенсию, передав бразды правления новому руководству. Ситуация критическая в хозяйстве. Они не платят кредит, проценты. И банк, Росферихозбанк обратился в суд о взыскании долгов заемщика и, как мы являемся поручителями, поручителями и с нас. Наложили арест на имущество СПК и наложили арест на мое имущество и на имущество главного булгартера. Случай не единичный и довольно сложный. Решать его надо на всех уровнях, отметил Михаил Игнатьев и пообещал подключиться к проблеме. Вопрос на контроль взял и сенатор Совета Федерации Вадим Николаев. Что касается самого рыбхоза Кириан, особых проблем у предприятия нет. Кроме производства товарной рыбы, здесь занимаются разведением племенных карпов, чувашского чешуйчатого и онижского зеркального. Площадь прудов свыше 300 гектаров. Маточное поголовье – более тысячи голов. Вопросы социального развития села обсудили на встрече с жителями Шумерлинского района. Да есть вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве, есть вопросы благоустройства населенных пунктов, есть вопросы где-то там в какой-то деревне недосвещение, имеется в виду уличного освещения. Но это вопросы и местного значения, но мы в стороне не стояли и не будем стоять. Не будем выделять средства на благоустройство населенных пунктов, на разные другие мероприятия, которые предусмотрены в приоритетном порядке в ваших утвержденных программах. На уровне сельского поселения – это на уровне сельского поселения, на уровне района – на уровне района. Михаил Игнатьев отметил, будет продолжена и программа строительства ФАПов. К стане давно построенным добавится еще 50. Елена Гальперин, Андрей Шоклев, Республика.